Здорово, летуны! Сегодня летаем на коптере от Диатона Рома F5 V2 Я буду снимать Blackbox сначала со стоковыми настройками, ничего не меняя Потом я накину РПМ-фильтры и опять сниму Blackbox И сравню, что было, что стало Стало ли лучше, стало ли хуже И насколько шумная эта рама, насколько шумные моторы А может быть здесь все в идеале Присоединяйтесь Для того, чтобы включить Blackbox, мы, естественно, загружаем Betaflight конфигуратор И подключаемся к коптеру Далее идем во вкладочку Blackbox И вот здесь у нас должны быть выставлены следующие данные То есть выбрано устройство, куда мы будем писать наши логи Blackbox В данном случае у меня набортовая флешка Если у вас есть возможность установить SD-карточку на полетный контроллер У вас здесь будет SD-карта Главное, чтобы у вас не стояло no logging Выбираем Onboard Flash Частота записи логов у нас обязательно нужно выставить 2 кГц И мы будем писать Gyro Scaled Это нефильтрованные данные с гироскопа Потом нажимаем кнопочку Save Reboot Контроллер перезагружается И наши настройки запоминаются На что еще стоит обратить внимание Перед тем, как идти и делать тестовый полет Вот на эту полоску Здесь показывается у нас забитость нашей флешки Куда мы собираемся писать данные И если у вас здесь полоска забита полностью Значит флешка у вас забита И лучше ее сделать в Flash Arace очистить У меня она занята сейчас в данном случае где-то на 5 мегабайт приблизительно Да, еще не забываем настроить активацию Black Box с аппаратуры Назначить определенный каналчик Я назначил кнопочку Вот эту кнопку D И третий AUX То есть перед началом полета Перед армом Да, мы соответственно включаем Black Box Армимся и полетели Все на этом настройки Black Box завершены Можно идти в поле И делать первые тестовые полеты На стоковых настройках Итак, прежде чем начать летать Мы будем делать так называемый тестовый полет То есть у нас тестовый полет будет состоять Из нескольких флипов, нескольких роллов и нескольких яв-спинов Вот, но прежде чем начать летать Мы не забываем сделать камеру практически горизонтальной Иначе у нас ничего не получится Потому что коптер у нас будет под наклоном А нам нужно, чтобы он был вот в таком вот виде Тестовый полет стоит делать в полном снаряжении То есть прям вот так, как вы летаете То есть если вы летаете с GoPro, вы ставите GoPro Если вы летаете на 6S батарейке Вы ставите сюда 6S батарейку Пропеллеры используются стоковые То, что пришли, соответственно То, что лежали в коробке Так что давайте, пожалуй, начнем Тестовый полет на стоковых настройках Итак, отлетал я со стоковыми настройками Теперь нужно скинуть наш BlackBox на компьютер Для этого мы открываем конфигуратор И подключаем коптер к компьютеру Заходим во вкладочку BlackBox И нажимаем вот эту вот кнопочку Activate Mass Storage Device Mode Которая превращает наш коптер Собственно, такую флешку 16-мегабайтную Отсюда мы качаем вот этот вот файл Это файл со стоковым полетом И сейчас я хочу здесь активировать двухсторонний D-Shot Включить RPM-фильтры И также полетать и посмотреть Каково оно Кстати, могу сказать, что в принципе на стоковых настройках Коптер летает очень даже неплохо Давайте включим двухсторонний D-Shot Так, а тут, ребят, у меня возникла Странная весьма проблема Значит, напомню У меня стоковые настройки Залито прошивочка 4.2.8 BetaFly версии 4.2.8 И используя BetaFly конфигуратор 10.7.1 В регуляторе у меня прошивка 32.8 И если кто когда-либо Настраивал и знает, как настраивать двухсторонний D-Shot Знает, что Значит, начиная с BetaFly 4.1 Поддерживается данный функционал И здесь регулятор BellHell 32 32-битный И начиная с прошивки 32.7 Да, вот здесь вот об этом написано BellHell 32 регулятора Они поддерживают данную функцию То есть двухсторонний D-Shot Должен заработать вообще без проблем Однако Получается вот такая вот фигня Сейчас я вам покажу Так, подсоединились к коптеру И включаем двухсторонний D-Shot Активировав вот этот вот движок B-Direct on D-Shot 14 магнитов Все, делаем сейф и ребут Настройки стоковой ничего не перепрошивал То есть коптер как вот пришел из магазина Собственно так он и есть Теперь смотрите, идем в моторы И опа Два регуля у меня вроде как подхватились А два регуля у меня Сто процентов ошибок И как бы Они не работают И если мы включим Тестовый запуск моторов Мы видим вот такую картину Два мотора у меня вращаются Два не вращаются Что такое? Я Честно Первый раз с таким сталкиваюсь Ребята, в общем написал я в техподдержку Диатона с просьбой Помочь разобраться в данной ситуации И они мне ответили буквально В 23.00 я написал На следующий день в 8.20 я получил ответ Значит смотрите Они рекомендуют мне прошить Последнюю версию Betaflight 4.2.11 Прислали значит собственно ее Hexfile Также они прислали Config Это dump Под мой полетный контроллер И два дефолта Они прислали Первый дефолт Это по DJI Конфигурацию И второй дефолт Это по PMP версию Но их мы пока заливать не будем Значит смотрите какая ситуация Сейчас мы будем прошиваться На Betaflight 4.2.11 Обязательно надо сделать dump Я сделаю dump И сделаю дефолт Своей конфигурации Сейчас я покажу Как это можно сделать Если кто не знает Значит подключаемся К оптору Заходим в кли Или силай Кто как называет Здесь почему-то Кстати в конфигураторе 10.7.1 Чтобы зайти в силай Почему-то нужно отключить Эксперт мод Вот И делаем сначала dump Все системы Сохраняем его в файл Я уже на самом деле это делаю Я для вас только просто это повторяю Вот И делаю Дефолт Дефолт это значит Только те мои настройки Которые отличаются от стоковых настройков В Betaflight Он естественно меньше Этот файл И отличие от dump от дефола Дефолт в конце имеет Save Команду Которая вам позволяет Этот дефолт загрузить И сразу перезагрузить контроллер Так Прошиваем значит Последнюю версию Betaflight Делаем Update Firmware И загружаем 4.2.11 Чипы Рейс тут у нас стоит Сначала загружаем Онлайн А потом делаем Flash Firmware Перед каждой перепрошивкой Я Ну Рекомендую все-таки Делать два варианта Бэкапа Своей конфигурации Это именно полный Дамп и дефолт Расскажу потом Для чего мне это нужно Так Перепрошились Нажимаем кнопочку Connect Ну он говорит Что применитель настройки По умолчанию Давайте применим Здесь нажимаем Close Все Значит Прошивочка у нас сейчас 4.2.11 Последняя Пробуем включить Двухсторонний дешот На стоковом конфиге Ну Сразу вам скажу Что это Ничего не даст Так Включился Двухсторонний дешот Или нет Ну-ка Да Двухсторонний дешот Включился Идем опять В моторы И видим Здесь Полный Алис То есть Теперь у меня Все моторы Как бы Не работают Скажу сразу Что Если даже сейчас Я загружу Стоковый дамп Который я Предварительно Сделал заранее На прошивке 4.2.8 Ничего не заработает Абсолютно Будет такая же ситуация Вот Так же Я загружал Свой дефолт На На вот Конфиг Именно под 4.2.11 Тоже Двухсторонний дешот Не работал Но Если мы сделаем Вот такой Вот Такую манипуляцию То есть Мы заходим В кли И загружаем Конфиг Который мне прислали Диатоновцы Вот Мамба F722 I2C Это Дамп Подключаем Батарейку Заходим В моторы И вуаля Все четыре Регулятора У нас Как бы Подхватились На Двухстороннем Душоте И если мы Включим Проверку Моторов Пожалуйста Все четыре Мотора Работают Ошибок Нету Вообще Ноль По всем Моторам Так Теперь Нам нужно Залить Настройки Чисто Под Рому F5 Для этого Мы заходим Опять В кли И Загружаем Один Из Дефоллов Который Мне прислали Китайцы И я буду Загружать Вот Под F5 V2 PNP А потом На него Накину Свои Настройки Так как Это Дефолл Он Сейчас Автоматически Перезагрузит Систему Значит Идем Опять В Питюнинг Здесь Мы видим Уже Совсем Другую Картину Здесь У нас Появились Пиды Которые Нас Настраивали На Заводе Заходим В фильтры Так как Мы настроили Двухсторонний Дешот Здесь Кстати Видим Что Ползунки Сдвинуты Значит Фильтры У нас Уже От Данной Конфигурации То есть Вот Рома F5 V2 Мы Здесь Правим Только Один Параметр Так как Мы Включили RPM Фильтрацию Вот Здесь Вот У Динамик Ночь Фильтра Мы Ставим Здесь Нолик По RPM Фильтру Мы Оставляем Три Гармоники И Вот Это Значение Соточка Пусть Будет Оно Как бы Работает Хорошо При таких Настройках Так Теперь Нам Надо Довести Наш Коптер До Моей Конфигурации Мы Опять Идем В Кли Открываем Мой Дефолт Я беру Отсюда Настройки Во-первых Свою Карту Я Поставлю Далее Беру Настройки Портов Serial Моих Уартов Потому Что У меня Там Уже Подвязан Ресивер Копируем Ауксы Копируем В этой Таблицу Втx У меня Стоит Аналоговый Здесь Видеопередатчик Mambo Ultra По-моему Называется Давайте Возьмем Еще OSD Потому Что Мне OSD Набрасывает В ламы Что-то И мы Все Сеты Которые С OSD Вначале Мы Копируем И Вставляем Силы Так Наверное Надо Взять Еще Вот Эти Настройки Да И Все Вот Так Возьмем Закрываем Мой Дефол А здесь Делаем Сейв Подключаем Батарейку И включаем Аппаратуру Проверяем Что у нас Полная Связанность Имеется Так Все Залинковался Пищалка Работает Моторы Работают Все Коптер Настроен Айда Летать С двухсторонним Дешотом Будем делать Сейчас Такой же Абсолютный Тест Мы будем Делать Настроечный Полет Итак Я на локации Настроен Двухсторонний Дешот РПМ Фильтры Так что Давайте Начнем Летать Ну что сказать С РПМ Фильтрами Я особой Разницы Не заметил Что было До Как бы Них И что Сейчас С ними Квадрик Летает Чисто Субъективно Абсолютно Одинаково Вот А так Давайте Отправимся Домой И Проведем Сравнение Двух Вот этих Вот Тестовых Полетов Итак Стоковые Настройки Фильтров Для данного Коптера Бетафлай Выглядит Вот Таким Вот Образом Давайте Разберем То Что мы Сейчас Видим На Вашем Экране Итак У нас Включен Динамический Лоу Пасс Фильтр Это Фильтр Который Работает По Высоким Частотам Динамический Лоу Пасс Фильтр Зависит От Уровня Газа То есть Первая Компонента Данного Фильтра Формирует Частоту Среза На Нулевом Газе Вторая Компонента Данного Фильтра Формирует Частоту Среза На Стопроцентном Газе Что Такое 5.1 5.1 Это Тип Фильтра Это Более Мягкий Фильтр То есть Ступенька Которая Сформируется На Частоте Среза Она Более Пологая Есть Еще Фильтр Бекват Там Ступенька Более Более Резкая Этот Фильтр Он Более Считается Таким Более Агрессивным И Вносит Более Большую Задержку Фазовую Данные В Пидлук Идут С Больше Фазовой Задержкой Надеюсь Я Понятно Пояснил Следующий Тип Фильтра Это Статический Лоу Пасс Фильтр У нас Накинут Скорее Всего Для Того Чтобы Убрать Осцилляции Которые Генерят Наши Моторы На Частоте 250 Герц Именно Возникают В основном Данные Вибрации И Здесь Используется Также Лоу Пасс Фильтр Типа 5 1 Далее У нас Идут Статические Нотч Фильтры Они У нас Отключены Потому Что У нас Работает Динамический Нотч Фильтр Статику Отключают Обычно Если Работает Динамика Потому Что Динамика Намного Лучше Чем Статика Что Соответственно Здесь За Цифры Такие Первое Значение Обозначает У нас Ширину Полосы Нотч Фильтра Второе Значение Нотч Кью Это Острота Фильтра То есть Насколько Нотч Фильтр У нас Имеет Резкие Границы На Частотах Среза У Нотч Фильтра Как вы Наверное Знаете Есть Три Параметра Это Частоты Среза Максимальная И Минемальная И Целевая Частота В котором У нас Достигается Наибольшее Гашение Наших Вибраций Вот Так вот Значит Числа Которые Идет Дальше 150-60 Это Частота Среза Минимальная И Частота Среза Максимальная От 600 Гц То есть У нас Нотч Фильтр Формирует Как бы Такую Вот Ямку Скажем Так На дне Которой Ямы У нас Находится Целевая Частота В общем Ребят Если Вам нужна Такая Полная Теория По фильтрам Я Сейчас Сделаю Ссылочку В описании Посмотрите Пожалуйста Там Очень Все Понятно Объясняется В данной Секции Вот Следующие У нас Расположены Фильтры Которые У нас Работают По Д-компоненте Вот Здесь Я Ничего Не Трогал Здесь Абсолютно То же Самое Работает У нас Один Лоу-пасс Фильтр Значит 5.1 Типа И Один Статический Фильтр На Частоте 120 Гц Д-терм Ночь Фильтр Выключен И Работает Фильтр По Сию Но Я Мне кажется Отключу Когда Включу РПМ Фильтры На данном Слайде Представлены Чистые Нефильтрованные Данные С гироскопа Полученные При Тестовом Полете То есть Это те Шумы С которыми Нам Предстоит Бороться И Это те Шумы Которые Рождаются В данной Сборке Изначально Давайте Быстренько Пробежимся По Картинке Значит Вот этот Жирный Столб В зоне Низких Частот Это те Шумы Которые Нам Никогда Не Удастся Фильтровать Их В принципе И не Нужно Фильтровать Это Шумы Которые Формируются В целом От нашей Сборки И Зависят От ряда Еще Внешних Факторов Вот Этот Пик Который Дет Дальше Он Тоже Находится В зоне Низких Частот Он Мне Абсолютно Не Нравится И Он Лежит Ниже Семидесяти Герц И Это Если Честно Меня Напрягает И Я Не Понимаю Откуда Он Потому Что Данный Пик Он Сопровождал Меня На Всех Этапах Моих Тестов И В итоге Я Его Конечно Немножечко Зафильтровал Но Полностью Избавиться От него Мне Не Получилось Моторами Здесь Вот Даже Есть По Этому Поводу Отметочка 239 Герц В данном Случае Зона Высоких Частот У нас Будет Зафильтрована Нашим Лоу Пасс Фильтром Следующий Слайд Который Я Хотел Вам Показать Отображает Фактически Ту Ж Самую Картину Но Скажем Так В Трехмерном Виде В Зависимости От Газа По Данной Оси У нас Отображается Сетка Частота Отложена По Оси Х Так Вот Что Мы Здесь Видим Вот Это Пятно Которое У нас По Экспоненте Взмывает Вверх Это Как раз Шумы Моторов Которые Мы Будем Фильтровать РПМ Фильтрами Нашими Вот Это Пятно И Соответственно Оно Располагается Вертикально Таким Образом Всегда Это У нас Шумы Рамы И Они Сейчас Вот Как раз Зафильтрованы Статическим Лоу-пасс Фильтром Насколько Я Насколько Я Помню Да По-моему Именно А вот Этот Пик На Который Обращал Внимание На Прошлом Слайде Это Вот Эта Вот Полоска Вот Ну И Соответственно Высокочастотные Шумы У нас Располагаются Вот Здесь Это Все Естественно Проходит Через Систему Фильтрации И Превращается Вот В Такую Картину Давайте Посмотрим Вот На Следующий Слайд Я Вам Попытался Свести Все Картинки Вместе То есть Что У нас Было До Фильтрации Что Настало После Фильтрации Без РПМ Фильтров Скажем Так В принципе Зафильтровалось Неплохо Потому Что Мы Видим Что Все Вот Эти Шумы Которые У нас Возникли Кроме Вот Этого Пика Они У нас От 400 До 600 Герц Небольшая Такая Как бы Горбинка Это Не Есть Хорошо В Принципе На Таких Настройках Тобишь Стоковых Настройках Можно Летать И Кват Будет Летать Очень Даже Неплохо Но Я Что Решил Немножечко Еще Пока Поколдовать И Включить РПМ Фильтры Давайте Посмотрим На Картину Которая У нас Возникла Соответственно После Включения РПМ Фильтров Настройки У меня Выглядят Вот Таким Образом При Включении РПМ Фильтров Мы Ставим Движок Гир РПМ Фильтры Соответственно Положение Вкл Устанавливаем Три Гармоники И Устанавливаем Минимальное Значение Частоты Среза То есть До Этой Частоты До 100 Гц РПМ Фильтры Не Работают Вот Трешка Это Три Гармоники Будет Используется Насколько Я Понял Фильтр Будет Искать Бетафлай Будет Искать Максимальную Частоту Частоту Вибрации Которую Наши Моторы Порождают Брать Эту Частоту Соответственно Как бы Как Центральную Частоту Для Фильтрации А Также Частоту В два Раза Больше И Частоту В три Раза Больше Вроде Как-то Так Вот Остальные Параметры Я До Фильтрации Которая У нас Была И После Фильтрации У нас Возникла Вот Такая Вот Штука Ну Что Значит Возникла Получилась Вот Такая Штука Скажем Так То Мы Видим Что РПМ Фильтры Сгладили Намного Лучше Все Вибрации Начиная С 200 Гц То Здесь Вообще Идеал Вот И Вообще Если Не Вот Этот Пик Который Непонятно Откуда Взялся Да И Непонятно Кто Его У нас Здесь Порождает В нашей Сборке Вот Картина Была Вообще Идеальной Я бы Ничего Не трогал Вот Но Если Честно Я Что-то Решил Дальше Заморочиться И Сделал Следующие Настройки Я Немножечко Изменил Динамический Лоу Пасс Фильтры То Сделал Их Пошире Скажем Так Частоты Среза Я Немножечко Разширил То есть Сделал Минимальную Максимальную Частоту Изменил Можно сравнить Будет С тем Что было У меня Здесь Кому интересно Отмотайте Просто Назад РПМ Фильтры Я не Менял И Вот Здесь Я Немножечко Тоже Поколдовал Сночь Фильтрами То есть Я Изменил Кью По моему Со 120 На 200 На 200 Но Как Потом Высос Немножечко Я Сдвинул Минимальное И максимальное Значение Частот Среза Для Динамического Ночфильтра То есть Я Их Фактически Загнал Ближе В зону Низких Частот То есть Если Вы помните У меня Там Этот пик Возникает Где-то На 65 Герцах Так Вот Я Частоту Минимальную Срезу Поставил 60 Максимально 264 И Надеялся Что Данный Фильтр У меня Уберет Вот Этот Пик Непонятно Откуда Возникший Вот Соответственно С Фильтрами По компоненте Д Я Ничего Не Делал Я По-моему Говорил Не Говорил Я Отключил Еще Йоу Лоу Пасс Фильтр Он Не Нужен В данном Случае Если У вас Работают РПМ Фильтры Потому Что РПМ Фильтр Работает По Сетке Вот Этих Частот Дальше Высоких Частот Вот Значит Что у меня Получилось При таких Настройках А получился У меня Вот Такая Вот Картина До Фильтрации И после Фильтрации Соответственно С РПМ Фильтром И Вот Этими Настройками Как Видите Немножечко Мне Удалось Зарезать Вот Этот Пик Но Я Получил Какие Дополнительные Горбы Значит До 100 Герц Вот Здесь Вот Хотя Отсюда Должно Работать От 100 Герц Должно Работать Уже РПМ Фильтр Вот Но Здесь Как-то Не Очень Все Хорошо Хотя В принципе При таких Настройках Клад Летает Тоже Очень Даже Неплохо В остальном Ситуация В принципе Очень Даже Неплохая Я Даже Наверное Пока Оставлю Вот Такие Настройки Посмотрю Полетаю И Либо Оставлю Как Соответственно Как Основные Либо Вернусь На Предыдущее Значение И Следующий Слайд Он У меня Показывает Все Результаты Фильтрации Которые Я Пробовал Здесь Первые Графики У меня Показывают Это Стоковое Значение Без РПМ Фильтров То есть Работают Тока Лоу Пасс Фильтр Динамический Один Статический Фильтр Который Гасит Вибрацию Моторов И Динамический Ноч Фильтр Картинка У нас Вот Такая Неплохая Скажем Так Везде Присутствует Вот Эта Штукенция Непонятно Вот Этот Пик Непонятно Откуда Он Возникает Дальше Слайд Показывает Следующий Мой Эксперимент Это Тоже Стоковые Настройки Фильтров Но Еще Плюс РПМ Фильтр Вот Ну и Соответственно Самый Последний Это Тот Результат О Котором Я Говорил Буквально Несколько Минут Назад То есть Это Мои Настройки Лопасс Фильтров И Ноч Фильтров И Плюс РПМ Фильтр Вот Такие Ребят Результаты Пожалуйста Смотрите Пишите В комментариях Что Об этом Думаете Как Может Я решил Пока Оставить Вот Третий Вариант А на этом Пожалуй Все Вот Такие Получились У меня Эксперименты С Фильтрами И Соответственно Настройкой РПМ Фильтрации На данном Коптере Диатона Рома F5 В2 Кому Интересно Большой Респектища Пишем Комментарии Ставим Лайки Дизлайки Любая Активность Приветствуется До Новых Встреч Пока